Я приехала в Одессу в отпуск, и у меня кончились деньги. И я решила, думаю, где же мне найти деньги, чтобы, ну, как-то ещё просуществовать. И вдруг мне говорят, Говорухин снял фильм «Контрабанда», и у него сейчас идёт озвучание. Есть деньги. Естественно. И я пришла и сказала, подайте Христа ради. И что вы думаете, подали. Я озвучила, по-моему, всех тёток из массовки, из всего-всего-всего. И заработала деньги, и также за рубчик приезжала на пляж. Вот. Надо сказать, что, Лариса, если ты помнишь, наши мамы с тобой дружили. Так получилось, что Ларисина мама и моя мама дружили. И ходили друг к другу в гости. Правильно, кто-то сказал, что все одесситы как-то между собой связаны. Что там говорить? А Ларисочку я помню, ну, лет 14-16. 16! 16 ей было. Она пела в филармонии, там у них квартет какой-то был. Он секстет даже был. Видишь, я считать не могу до сих пор. Вот. И я помню, а как же, все на моих глазах, все произошло. Я могу сейчас такое, ну, рассказать, я уже не говорю про Сашу, про Сашу Ворошила, про Витя Ильченко, с которым мы 30 лет проработали. Он не был одесситом. Он из Бориса Глебска. Но он одессу знал лучше меня. Это были мои самые первые в жизни гастроли. Мне было 16 лет, я попала в Одесский эстрадный оркестр, по конкурсу прошла. Никогда я забуду эти переполненные залы во всех городах Советского Союза. И первая поездка у нас была очень такая длительная достаточно. Тогда еще можно было ездить. Мы давали по нескольку концертов в день. Тогда такая практика уже была. Первое отделение наше, эстрадное. А второе отделение Роман Карцев, Виктор Ильиченко. Я после своего отделения каждый день на каждый концерт брала стул, садилась за кулисы и слушала все второе отделение. Я его знала наизусть, от корки до корки. Все миниатюры, все монологи. И приезжала домой, и были показательные выступления. Бесплатный концерт, второе отделение. Я читала, когда собирались гости дома. От корки до корки, наизусть. Я не знал, что Лариса пела в программе Карца, Вильченко, Жванецкий. И вообще, конечно, говоря об Одессе, вспомнила Лариса о тете Мане, которая, кроме этого, говорила, вы уже приехали, когда вы уедете. Все одновременно. А, Рома, а Дима Козак, когда приехал цыганский ансамбль, он поселил их в гостиницу Красную. Дима Козак, можно сказать, был знаменитым администрателем. Он был замдиректора Одесской филармонии. Это очень знаменитый был человек. У ему крылатых выражений принадлежит на книгу хорошую, хватит. И вот он поселяет этот цыганский ансамбль в гостиницу Красную. А все знают, да, что гостиница Красная и филармония, они стоят прямо друг напротив друга. И вот они неделю сидят 10 дней, концертов нет. Руководитель идет и говорит, что же мы здесь уже 10 дней сидим, концертов нет. Он говорит, у меня нет транспорта. Как? Говорит, а что транспорт? Нас 4 человека. Волгу возьмите. Он говорит, у меня нет транспорта возить за вами публику. Он говорит, у меня нет транспорта возить за вами публику.